Сколько в жизни есть вопросов Сколько в жизни есть вопросов Сколько в жизни есть вопросов Сегодня я нахожусь в деревне Крево Гродненской области Около Кревского замка Который построил князь Гадамин В начале 14 столетия Представляете От этой маленькой деревушки Когда-то зависела Судьба и история Половины европейских государств Замок это укрепленный дом С мощными стенами Подъемным мостом и башней Где жил богатый и знатный человек Со своей семьей Ничего себе домик! Такие сооружения Служили надежной защитой От врага Не только для своего хозяина Но и для жителей ближайших деревень Обычно замки строили на возвышении А для еще большей неприступности Их окружали глубокими рвами У Кревского замка Была отличительная особенность Для строительства замка Князь Гадамин выбрал место в низине Посреди болотистой поймы А вокруг стен Был ров заполненный водой Из местных речушек Кривянка и Шлехтянка Замок представлял собой Неровный квадрат На углах которого По диагонали Были расположены Две башни Высота его стен Была почти 13 метров Толщина 3 метра А общая длина Около 370 метров Да Этот замок Стал надежной защитой От тевтонских и ливонских рыцарей Которые не оставляли попыток Обратить православных крестьян В католичество Много разрухи Смертей и бед Принес белорусским землям Фанатизм крестоносцев В 13 веке На территории Белоруссии Массово строились Оборонительные сооружения Так называемый Каменный пояс Обороняться от неприятеля В нашей стране Приходилось не раз И Кревский замок Во многом стал Судьбоносным в ее истории Войны местных князей за власть Нападение крымских татар И московских воевод Именно здесь В 1385 году Была подписана Кревская уния Как жаль, что этот замок разрушен Но на то, каким он был Можно посмотреть Благодаря человеку Который воссоздал Своими руками Эту махину Чухны Менск 112 километров Веня 82 километра О, что-то интересное нашли Да Это которого тут же замка нашла? Да А мы с таких кирпичей Сделали вот такую башню Здравствуйте, Сергей Николаевич Почему вы решили создать Уменьшенную копию замка? Чтоб человек пришел И посмотрел Как это выглядело В те давние времена В 14-м веке В 15-м веке Круто Какие они маленькие Вот в эту форму Я глину задел И получаются у нас Такие кирпичи И потом, когда уже Они высохнут Мы их обжигаем Хочешь попробуем приклеить? Да Давай Я клеем намажу А ты их поставишь, да? Куда мы будем Кирпичик положить? Ну попробуй О И подровнять его надо Чтобы он когда засохнет Чтобы был ровненький Вот так вот Пускай стоит Пускай стоит на века А вы могли бы мне подарить Хоть бы один кирпичик? Я дома построю Свой Крепский замок Вот так вот А можно я с вами сфоткаюсь? Редактор субтитров А.Семкин